Утрубность. Я там через трудности преодолевал и сделал маму звали. Вот нынешние времена, ребят, постыдитесь Бога. Вы слышали идею? Вообще сейчас поводов для счастья и радости в каждой части. Кто согласен с этим? А нет. Нам же надо преодоление, когда вы придумаете, от чего страдать. Ребят, вот я вам могу сказать, что вот сейчас мой выбор. Я призываю всю свою команду, и они это знают. Я говорю, ребят, что такие серьезные? Кто умер? Я говорю, ребят, ищите радость в каждом удалении. Состояние счастья. Потому что рекрутинг в счастье лучше получается. Согласитесь? Состояние радости все лучше получается. Вот такие мы были. Я вам могу сказать, что важно. Мне кажется, то, что Виктор провел сегодня, и можно было нас нахрену разгонять. И даже ему не нужно было. Понимаете? Да потому что Виктор четко сказал. Понимаете? Вот здесь, да не знал я, что такое цель. Да не знал я здесь, вот на Харико-Середке, Идуард Васильев, мой брат Александр. Да не знал я, как команды формировать. Ничего мы этого не знаем. Понимаете? Было одно единство. Четкое намерение расти и развиваться. Понимаете, что мне нужно? И все, пофигу. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Вот сейчас, для того, чтобы мне сделать новые знания, мне не знания нужно. А вот это правильный настрой и правильное отношение. И это самое главное, что я развиваю в себе и уберегаю. Напущенные выстрелы не подпускаю в себе негативчиков. Понимаете, в чем дело? Да зачем мне это надо? В кайфе, в кураже, в драйве растет. Растет все абсолютно. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот это ключевой элемент, наверное. От чего вы кайфуете? Не знаю, ребят. Каждый от своего кайфует. Найдите, от чего вы кайфуете. Да и искать-то не надо. То есть просто нужно выбрать. Утром, когда вы просыпаетесь, выбираете, во что одеться. Вот выбирайте, одеть на себя. Хороший настрой. Просто это выбор. Когда я слышу, так, да, надо научиться позитивному настроению. Ребят, знаете, что я хочу вам сказать? Вот это очередная ловушка, чтобы ни хрена не делать. Вот все время чему-то учиться. Кому это знакомо? Вот, да. Вот сегодняшний день надо этому научиться. Понимаете, это просто выбрать. Вот Лена сказала сегодня про Инстаграм, да? Сейчас топунтов кто-то сказал. Надо учиться работать в Инстаграме. Херня это все. Надо работать, врача. Выбрать. И вот, как Лена сказала, вот так начать писать. Я специально не удаляю в Инстаграме свои первые посты. Идиотский там второй, по-моему, или третий пост. Мы вышли погулять. Я сейчас смотрю на этот пост, я понимаю, какими мозгами и халами. Мы вышли погулять. Ну, просто улавливаете, нет. Но я оставляю этот пост. Потому что не было бы этого поста. Не было бы нынешних постов. Понимаете, чем делать? Это мой этап развития. А покажите мне хоть одного идеального, который сразу вошел и сразу идеальный. Вы, наверное, слишком хотите идеальность. Почему? Потому что оцениваете себя. Оцениваете, сравниваете. Понимаете, в чем дело? Да, важно держать на кого-то ориентиры. Но важно играть в свою игру. Запомните это. Следующий момент. Вот это обмывание сарфирового директора. Это одна из сильнейших фотографий для нас, Наташа. Посмотрите, пожалуйста, ребят. Видите люстру? Все хорошо. Посмотрите, пожалуйста. Видите стол? И ковер видим, да. Видите? Это обмывание сарфирового директора в нашем доме. Я очень хорошо помню, когда у наших лидеров, директоров, пригласили на это обмывание. Никто ни разу у нас не был дома. Короче, мы жили в доме, в котором не было ничего, кроме стен. Люстра. Видите, какая была? Шикарная. Не потому что денег не было. Приоритеты. Мы сказали себе, пока не сделаем бриллиант, мы не занимаемся ни ремонтом, ни еще чем-то. Извините, ребят, но я вижу иногда такой абсурд. Ты на уровне директора золотого, первый же денег появится. Ремонт надо сделать. Я думаю, ну, хрена, а ты на квартиру взорвать надо. Ну, серьезно. Делай бриллиант, а ты переедешь в другую. Понятная идея? А нет, надо обои поклеить. Надо же чем-то ерундой себя занять. Я очень хорошо помню, они же всех первый раз, когда к нам ехали. Я понимаю, к сортируемым директорам ехали. Я представляю, чего они там с бирменей совали. А, я по туалет не говорил. Он био был. Да, био тоже. И вот, представьте, они приезжают к нам, видят все это. Я вижу по их лицам. Вот там стук. Тут рассказывали про деньги, да, и вот такой долг. Мы их посадили из канала. Ребят, я понимаю, ваше состояние сейчас. Вы в шоке. Ну, запомните, деньги есть, они на счету. Пока мы не закроем бриллианты, мы не сделаем никакого ремонта. Когда мы закрыли бриллианты, мы набили бригаду, которая завтра месяца отхреначила на наш роддом. Вы понимаете, они просят аналог, они лучше нас умеют. Третья боль. Держи клюстры. Я умею ли это делать? Уапливайте идею. Но они это могут сделать лучше. Понятаете, это вопрос приоритетов. Просто посмотрите, это вопрос приоритетов. Например, чем вы занимаетесь, на чем вы сконцентрированы. Понимаете, что делать? Что вы делаете? Вот и все, вот и все. Твой выбор, ребят. Понимаете, на самом деле, вся жизнь упирается в одну штуку. Выбор. Судьба это не дело с кучей. Судьба это выбор. Вот знаете, по поводу секретов. Я сегодня все вам расскажу. Знаете, почему так уверенно? Только 3% из вас начнут делать. Это так. Уапливайте. 3% начнут делать. Это эксперты утверждают. 2-3%. Остальные что будут делать? А правда? Супер. Молодец. Молодцы. Ну, не я, молодец, а кто-то молодцы. Понятно, да, идея? Да. И жизнь изменилась. Офигенно изменилась. Это реально. Я вам могу сразу сказать. Вот так круто мы не читали. Я никогда не думал, что я буду жить на Лаварийском шоссе в группе поселка Филаджика. Ну, никогда. Если бы не сказали, даже, ну, как Елена говорила, и даже в мысли бы не было. Понимаете, что мы делаем? И сейчас, когда соседи, да, то есть там, вон Марина Партина у нас была в гостях, и мы там обедали, и Чадов там сидит. Чадов. Да, Чадов. А кто это? А кто это? А кто это? Да, тоже хорошо. Она в инстаграме. Да, да. Делайте одно упражнение, это очень быстро. Нарисуйте вот так вот 9 точек себе. Кто делал, не делайте. Сами себе скажите, я это уже знаю. Вот я вам другой вопрос задам. Показываете ли вы это упражнение своим людям, если вы это знаете? Потому что они не знают. Да? Нарисовали? Условие очень простое. Надо четырьмя прямыми линиями, не отрывая руки, соединить все 9 точек между собой. Четырьмя прямыми линиями, не отрывая руки, соединить все 9 точек между собой. Четырьмя прямыми линиями. Не отрывая руки, соединить все 9 точек между собой. Все 9. вот решение решение за рамками да, 9 точек создают визуальную раму понимаете, иногда слышат такую фразу да, надо выходить из зоны комфорта я говорю, что? ну-ка покажи мне свою зону комфорта а теперь представьте, я говорю, если бы твою зону комфорта перевезут жим кому-нибудь из топ-стол ребят, то, что ты называешь зону комфорта это болото это не зона комфорта, это зона привычного и не надо, пожалуйста, уберите из своего лексикона зону комфорта понимаете? я даже про свой дом, где я живу я говорю, если бы мой дом перевезут, например, в Рамович и скажут, чувак, будешь теперь поживнее так жить он охренеет ну понимаете, в чем дело? что ему придется в такой жоке жить ладно ведь? поэтому, то, что ты называешь зоной комфорта это не зона комфорта это зона твоего привычного просто вопрос, как говорил Виктор, устраивает знаете, я хочу вам сказать такую вещь если вас устраивает, будьте счастливы у человека ну не парьтесь улавливайтесь ну если не устраивает, хорош мозг себе конопатит я одно матно хотел сказать ну хватит уже, вы все поняли, что я хотел сказать поняли идею просто значит, пора начать делать вот и все либо ты себе говоришь, что меня все устраивает ну тогда кайфуй понятно не? просто кайфуй и все просто будь счастливым и все ну вот этим видео я говорю, просто купай балла, чтобы долго жить в счастье ну так или нет? вот и все нет, ну это не плохо же поймите, просто то есть ешь вы у нас, чтобы быть здоровым как можно больше в этом состоянии счастья лучше прожить, так ведь? вот и все об этом много-много слове нет спасибо тебе за то, что ты очень большой упор сделан на рекрутинг потому что основная часть моего выступления будет тоже только рекрутинг понимаете? рекрутирование это основа основа и запомните, рекрутинг это количественное действие, это моя позиция потому что рекрутинг это не уговорить тех, кто не хочет рекрутинг это найти тех людей, которые готовы к изменению понимаете, в чем дело? нас с Наташей приглашали очень много раз мы отказывались знаете, у нас есть один партнер в Канаде она говорит, меня приглашали не больше, чем 100, но не меньше, чем 50 раз понимаете, в чем дело? но пришла она, когда созрела, когда пришло время поэтому рекрутирование, запомните, это количественная работа если вы думаете, что у вас должна быть суперидеальная презентация вы глубоко заблуждаете понимаете? потому что иногда мы думаем, что люди пришли из-за того, что мы круто проявили презентацию ничего подобного понимаете? они просто уже были готовы к изменению и вы их просто нашли вот и все понятно здесь? когда я не был готов да мне хоть Володя приезжает проводить презентацию и что? а так, я не готов я в Газпроме работаю меня все устраивает а в 2001 году замгенерального подставил шефа генерального сняли я увидел, как новый генералец создает новую команду я очканул ребят, я реально сыканул за будущее свое извините за прямоту понимаете? и у меня мозг начал работать мы начали искать что-то другое и нам не проводили презентацию Наташа принесла план успеха с работы понимаете? мы его изучили, пришли мы были к чему готовы? к изменению понимаете, в чем дело? и вот наша с вами задача, когда мы порекрутировали кого-то, если человек нам отказал сохранить с ним отношения если вы, кто чего-то интуитивно чувствует мой человек было такое если вы чувствуете, сохраните с ним контакт и продолжайте с ним общаться с днем рождения его поздравьте с 8 марта понятная идея? то есть сохраните его там с подписчика понимаете? тогда придет, как придет время, он придет следующий момент кто знает три ответа, которые вы по-любому получите в какой-то презентации? да, нет, по-другому все все возражения будут до этого в итоге все равно будут да, нет, по-другому если сказали, да, регитрируем учет если сказали, нет, ваше нет, окончательное нет либо может быть когда-нибудь если подумают, вы сейчас мне обежливо послали или все-таки нужна информация? все, ребята, а что тут еще надо? вы же заранее знаете, какие варианты ответов будут все, понимаете? поэтому рекрутинг, на самом деле еще раз повторюсь, это только количественное действие вот и все ты либо приглашаешь, либо не приглашаешь вот методы поиска наших еще тут есть 8 метод повезло называется да, повезло, сейчас иногда еще сами пишут понимаете, что я делаю? а, у нас еще 9 метод он называется молиться да? иногда вот реально рекрутирую, рекрутирую я говорю, привет, ребят, кому знакомо? вот делаешь кучу дел, но не идет, не идет я говорю, молиться надо, молюсь, реально я вам знаю ну, господи, пожалуйста ну, про себя да, да а я молюсь да, вот вы шутите, но это так и мои партнеры многие, да, я говорю, как рекрутинг? пишут, молюсь ну, это наш такой, знаете, так сказать и мы понимаем, да, кто о чем говорит потому что, ну, бывают такие дни, когда вот фиачешь, фиачешь, а оно не идет понимаете? дальше, по поводу, вот, секретиков там, фраз и так далее, и так далее они не секретики эти фразы есть, они нарабатываются и потом это все перерастает в такую вещь, как чуйка понимаете? чуйка, чутье появляется то есть, поймите, тут в рекрутинге знаете, самый мой любимый метод рекрутинга какой? рекрутинг на троих партнеры скажите, почему? а потому что все мои партнеры думают, что я бог рекрутинга они думают, что сейчас они ко мне проведут и все, 100% на регистрацию и знаете, когда они приходят ко мне, я провожу презентацию и говорю, нет, нет, не интересно я говорю, ну, ладно у партнеров такое лицо, понимаете? а я в этот момент, вот, хуй провались блядь, я лучше 100% своих проведу презентации, чем одного с партнеров потому что, улавливаете, типа, что? я тебя тут привел, а? я тебя привел, да? и где вот тот? будущий бриллиант закупите да ребят, ну вот, это не комфортно, не так рекрутинг но вынуждены так рекрутировать что я могу предсказать? рекрутинг, все взглянии бизнеса вот еще раз это слышали выражение но это было, есть и будет понимаете, в чем дело? если, еще раз повторюсь, ты хочешь расти, рекрутинг может быть, сейчас у вас шторка закрылась, там, хера да, то есть вот при этих словах там ну, ребят, в других методах нет понимаете, в чем дело, расти новые команды, новые структуры то есть, бери те методы, в которых ты сидел вот, единственное, что я хочу посоветовать вам не лезьте в те методы, которые, ну, не комфортны вам вы интуитивно все знаете, какие методы вам более, ну, комфортны но если вы взяли какие-то методы, будьте последовательны понимаете? накопительный эффект ну, толку, ребят, это вот, знаете, как вот меня тренер тоже в спортзале говорил весной всегда, вот подснежники пришли подснежник, я называл тех, которые 10-15 лет копили свои 20-30 килограмм, а потом за неделю хотят сбить это а за неделю не получаются и говорят, что у вас система не такая понятная идея? вот здесь то же самое, вы понимаете? я однозначно хочу вам сказать ну, минимум надо 6-9 месяцев, чтобы вы чуть-чуть наработали практику хорошую по какой-то методике ну, это так, ребят, улавливайте ну, либо давайте вперед инфобизнесменов дофига пополняйте их широк понятно? инфобизнесмены они берут деньги да, чтобы у них поучиться понятная идея? то есть курсы продают еще чего-то, все, let's go нет, понятная идея поймите одну вещь почему у инфобизнесменов больше инфы в соцсетях, чем у работающих топов? топы работают, у них нет времени улавливайте этот, ютуб-то начал в один момент вести и ту, ребят, нанял профессионального оператора но задолбался, ребят занимает кучу времени и энергии а работать надо с группой понимаете, в чем дело? я в этом режиме выдержал год все, человек не может уже потому что с структурой надо работать, улавливайте и я понимаю, вот почему топы не пишут кучу, ну, полезного нет времени, ребят у работающих нет времени у бестолковых есть время и они вот умничают, улавливайте идею поэтому, сейчас растут запомните, но это моя позиция опять же, те, кто, помните, да про глухую лягушку которая забралась на вершину вот в какой-то мере вам нужно сейчас вот заточиться и стать глухой лягушкой по отношению к внешним вот этим информационным шумам улавливайте идею ребят, не хотите, я вам покажу каким у них у бизнес работает? смотрите у кого из вас было такое? неделю рекрутируешь выкладываешься, а результаты нет скажите, кто из вас испытывал изочарование из-за того, что вот все, и душу вложил в человека а они уходят скажите, кто из вас на самом деле намерен преуспеть и заработать на мечте своих детей только для вас всегда специальная программа обучения в результате этого курса у вас будет в автоматическом потоке каждый день от 5 до 10 новых партнеров вам не надо будет долбать и звонить никому методика проверена результаты уже получены не надо дальше продолжить не смотивировался да, офигенно, все, понимаете вот этот курс будет ладно, ладно, ладно для бесплатного подключения информационного подключайтесь на прямой эфир что я сейчас вам показал кто сейчас эмоционально увидел что произошло кто это прочувствовал я вам показал, как это работает улавливаете идею все вот так это работает какие курсы воронка воронка она по любому есть она у всех у вас есть они просто не понимают что это воронка если вы возьмете нарисуете смотрите вот смотрите я вам рисую первый этап рекрутинг вот здесь я вам показал до этого слайд у меня 9 методов рекрутинга они куда входят вот сюда из этого рекрутинга у меня новыми партнерами становятся чуть меньше людей дальше идет что система запуска новичка потом что идет выявление людей умных покупателей продавцов бизнес-организаторов правильно потом что идет вы поняли да идея что это она у всех у вас есть просто вы не рисовали ее себе ни разу возьмите и нарисуйте она у всех у вас есть понятная идея просто вы ее рисовали а они вот эти инфобизнесмены они просто рисуют и показывают еще и продают вам давят на боль и показывают решение все вот секрет успеха ребят вот это я вам зуб даю секрет успеха 300 полных презентаций бизнеса просто вопрос как быстро ты их приведешь вот тут только одну вещь добавлю ты ты это два разных человека вот эти 300 презентаций можно знаете как провести ну вот сейчас проведу я 300 презентаций чтобы тебе показать что ни хрена это не работает я говорю можешь не проводить вот я с целью и я без целью это два разных потому что я с целью я без цели это два разных запуска новичка я с целью я без цели это две разных два разных видов лаверки я с целью я без цели это два разных выступлений если я не был заряжен на рост 25 книг о сетевом бизнесе ребята прочтите 25 книг о сетевом бизнесе другу будет интереснейший собеседней только читать 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 читаете у вас нейронные связи образовываются новые читать а не смотреть видео короткие они не работают они по-другому работают и посещать все вот здесь я уже буду корректировать не все надо посещать а только то что рекомендовано директорскому уровню отписаться от всех я серьезно она за сколько у нас открыла золото закрыл сейчас в несколько званий сделать у нас не было договорю была договорилась конкретно ты отписываешься пока директор не делал а всех а когда директор открыл чете сказал как только мои подор открывают а теперь подписаться вот до этого до этого и на лету директором заключал а как директор понятные потому что я считаю директор к уровню представьте у него еще тут ничего не сфрагировалось а он инстаграмм красиво инстаграмм консульта и у него что там да там пипец ребят понимаете вот пипец там происходит улавливаете потому что мы же все только бред вся горшине и ну так бы продаем уловили да иди кому откликается дайте аплодисменты а это все надо посвящать посвящать то что рекомендовал наставник с наташей одновременно практически у нас стартовал один лидер наташа когда открыла золото в четырнадцатом патологии а у той 15 процентов и та чуть не плачет почему я говорю наташа скажи вот ты на сколько процентов выполняла наши рекомендации на сто процентов вот вы и говорили делать так она даже было видно было несогласно гриба и вы делаете это девочки и вы скажи на сколько процентов быть вы не задумываясь ты выполняешь наши рекомендации на сколько ну 20 30 вот вы себе сами напишите вот на сколько процентов вы лично выполнять напишите ребят все напиши особенно партнера своей команды я сейчас прошу это сделать вот на сколько процентов вы выполняете рекомендации своих наставников вот напишите в процентном отношении пишите пишите вы интуитивно знаете ответ на этот вопрос все знают ответ на этот вопрос а результат вы какой хотите стопроцентный а выполнение идет на 20 вот оно ребят начни выполнять на 100 процентов рекомендации наставника будет не выполняешь все вот тут и уже пошло что рекомендации еще значит и какие фокус на активных людях что значит фокус на активных людей то есть на люди с активной жизненной позиции не верю я в регионы в любом регионе есть активные и не активные есть такой любом регионе есть люди извините меня которые ищут во всем виноваты есть и люди которые хотят выбраться из чего-то поэтому ищем активных людей никого не уговариваем не в том плане ребят не путайте уговаривая не так что они хочешь пошел на не об этом речь разговора убеждать важно ну не тянет да да нет нет если человек интересен про себя говорит в любом случае будешь рядом со мной будем дружить сохраняем теплое отношение дальше имейте папочки ребят вот заведите у кого есть папочка например у меня в телефоне например да вот полно папочки например могу показать вот есть папочка которая называется рекрутирование смотрите сколько заметок там очень ну сколько написано 140 видите а вот смотри рекрутирование 140 заметок вот в папочке рекрутирование 140 заметок понятна идея у всех сейчас вопрос что там а все что мне помогает для рекрутина я туда собираю понятные какие-то видео какие-то фразы какие-то наработочки у кого-то что-то увидел туда собрал все у меня это под рукой у меня есть папочка работа с новыми партнерами работа с менеджером работа с директорами работа золотыми директорами с бриллиантами и вот туда систематизируем вкладываем материалы все идеи хорошие понятно да идея и в итоге это под рукой у тебя всегда и ты работаешь берешь вовремя оттуда все дальше показываем результаты команды обязательно показывать обязательно учимся интригами учимся делать интриги это мастерство помните да по поводу интриги анекдот когда федорка идет по школе вот ноги вот помните фильмы идет по школе федорка урок развенял но звонок уже он видит что перед кабинетом географии меняется учитель географии ты чё здесь стоишь урок же уже а там шоу гамма старший партненький боюсь не знаю как с ним вообще совладать да смотри как надо берет дверь открывает так салабон кто знает как натянуть призыватись на глобус один салабон говорит а че такое глобус например белорусский например ты где-то там в какой-то компании и ты знаешь что кто-то закрыл какое-то сколько тысяч получаешь ну и я скоро за тобой все все кто-то слушает что-то будет там интрига если вы не используете слова не используете слова золотой директор делать делать бизнес интересен если вы не усложняете улавливаете запомните мне кажется у вас слишком серьезно очень очень высложняете там где надо вообще все просто я пошли вы нахрен спасибо я пошел вы за мной не сворачивайте меня тоже посылают и частенько притом поймите я же когда мне говорят как мне приглашать у меня нет результата это просто красивая отмазка улавливаете даже меня когда спрашивают какие у вас результаты я говорю поверьте вы узнаете какие у меня результаты но главнее какие у вас будут мне сейчас важно чтобы вы не на мои результаты пришли чтобы вы пришли на эти возможности мне важно чтобы вы поняли смысл этого бизнеса понятно а какие у меня результаты вы потом узнаете понятные идеи для себя функциональные задачи бизнес-партнера вот они на экране мы смело озвучиваем эти функционалы сразу же 150 баллов я всегда говорю я проходил это так когда приходил онлайн как сказать про кто-то как это сказал я помню этот этап я прощи пикет так мне вот было трудно но мне кажется это вот когда начинаешь всегда так сейчас я говорю 150 баллов и смотрю на реакцию человек а дальше спрашиваю скажите как вы будете делать это почти 600 тысяч рублей как вы это будете делать кто-то говорит ну пробую куплю себе кто-то говорит не знаю я говорю моя помощь нужна будет да давайте обсуждаем улавливаете идею то есть кто-то говорит все до свидания эй а поговори и не берут рубки вот я сейчас вам так шутя говорю вы поняли помните я предупреждал в самом начале спитер будет выступать так что вот весело а у тебя ни хрена не весело это поверьте у меня тоже не так весело это в моменте особенно когда я делаю трехсторонний с партнером для его гостя и сказал про 150 и там пик 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 а потом еще не только ко мне пик пик еще ведь к нему будет ну ладно там не весело это ребят ну что я могу сказать вот такие вещи они присутствуют четыре составляющие для наставничества ребят четыре важные составляющие хочу обратить на это внимание вот эти слайды у вас будут да ведь бюро они же будут поэтому я не буду перечитывать слайды вы читать их умеете сами первое ты источник информации для своей команды ты источник информации понятно да я вам задам единственный вопрос за 15 минут вся твоя команда узнает информацию да или нет вот это да если отлично я выложил в чат это не узнали давайте будем откровенными у многих из вас не так много ключевых чтобы вам не взять и позвонить и не сказать слушай важно им свои дети человек за сколько времени вы можете прозвонить с инфой важны по одной минуте 10 минут понятная идея а если вы просто чат выложили через два дня не прочитали эту инфу если прочитали а потом вы удивляетесь почему они такие сегодня очень хорошо я вас натронула по поводу ключевых партнер как можно я скажу такую вещь и своей команде тоже обращает вы знаете может быть вы слишком ждете идеальный ключевых партнеров сразу сразу идеально вот я не был идеальным я первый заказ на 4 балла собрал за неделю 4 балла в неделю за первый месяц каталоги были месяц я зарегал одного человека и то мой родной брат которого я не резал я ему дал по успеху и он пошел из уважения за мной да вот честно фировый директор с огромной организацией месяц один партнер и 4 балла за карта ребята по нынешним меркам чмосить волги понятная идея ну реально ребят ты знаешь что делать но мне повезло с доставником с Натальей Васильевой понятная идея потому что она всегда поднимала мне план она всегда говорила ты красавчик ну и так вот красавчик понятная идея это не ее лексикон но она всегда поднимала мне план Наталья Васильева кто не знает это моя супруга понятная идея она мне супруглала и вы знаете я хочу к вам обратиться к консерве ребята у вас очень много ключевых организаций просто может быть вы давно не принимали план понятная идея а вы их под какой-то стандарт выставили и хотите чтобы они сразу соответствовали понимаете чем дело? Ричард Бах, чайка по имени Джонатан Ливингстон перечитайте и в каждой чайке он видел не ту чайку какая она есть сейчас а ту чайку какой она может стать понимаете? да 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 и вот это просто кто-то сразу стартанет есть такие я тоже хочу такие но кто-то стартанет чуть попозже улавливайте идею самое главное пожелание вам сохраните выстроите крутые отношения в команде сохраните и выстроите понятную идею это самый ключевой элемент потому что ребята я сейчас к менеджера к вам обращаю когда я слышу у менеджера спрашивают сколько человек в своей команде ой я не знаю не считал около тридцати мне хочется смеять вот этот расход и как попасть блин и больно при том что попало знаете почему? извините люди и около тридцати это что такое? это ужас ребят ты не знаешь что у тебя двадцать восемь человек? ты не знаешь что у тебя двадцать семь человек? знаете пронут из команды меня научил извините что я сейчас может быть мы нашли так вот но захлестил эмоционально но я очень переживаю когда я вижу такое отношение к людям когда я слышу такие слова как веточка не веточки мы устроим а командность раздаем когда я слышу такие слова как морковка ребята вы чего блин на вообще водческие билы где-нибудь вы команды я не хочу быть в морковке ребят я не хочу быть веточкой я не хочу быть веточкой полапливаю их кучочек веточки я хочу быть частью команды понимаете? взяточки терминажки понимаете? это отношение к людям мы словами показываем свое отношение к людям я даже словно новичок не люблю новый партнер понимаете? уважительные отношения вот меня работать не научил на самом деле в рефлейх Лухайлов Михаил Владимирович генеральный директор Газпрома Михаил Владимирович руководитель Газпрома со штатами 528 сотрудников он поименно знал каждого включая сантехников уборщиков он выходил на территорию нашего предприятия он с каждым лично здоровался он знал даже какие-то детали из жизни нас сотрудников рядовых и вы знаете вот за таким сотрудником руководителем хотелось и в огонь и в воздух вопрос вам адресую дорогие менеджеры а вы знаете своих людей? или вы знаете только Болгова Силановшка? делает баллы зашибательский человек не делает какие-то козлы вы понимаете в чем дело? знаете ли вы своих людей? поэтому я вспомнил себя правило 500 ребят пока у тебя нет 500 партнеров в команде знай каждого понимаете? знай каждого я могу вам сейчас информлист свой показать когда мы открыли директора 124 человека в команде из них 114 активных только 10 не сделали заказ всех 124 мы знали лично всех с товароборотом 10367 баллов 114 человек и мы знали каждого понимаете что я делал? я помню до сих пор о каждом из них поймите не надо сейчас это не про нас разговор это про тебя разговор а ты дашь партнеров своей команды понимаете? задумайтесь копните в этом направлении ты источник обучения своей команды обучение смотрите мы давайте договоримся мы в первую очередь организаторы мы я не должен уметь делать макияж я не должен уметь делать все понимаете это в корне алис но моя задача организовать процессы так в группе чтобы моих людей обучали только практике скажите скажите что такое обучение ребят? как вы будете ребенка учить завязывать шнурки? да? очень верно а теперь скажите кто-нибудь представляет картину мы как лекцию написали на четырех альбомных листах посадили ребенку и говорили сейчас я тебе расскажу как надо завязывать шнурки в общем шнурки изобрели в таком-то году шнурки бывают в таких-то видах понятно да? завязывать надо с такими-то ну смешно сразу становится вы просто же по-другому делаете вы показываете делаете вместе вот ребят я убежден в том что обучать должны практики то что я не умею делать я найду человека в команде либо в параллельной команде и попрошу договориться с ним чтобы он обучал мою команду понятные идеи? и только практики договорились знаете больше чего я боюсь каких спикеров когда я сижу в зале и выходит спикер с папкой ой знаете толстая типа а четыре лифтов из писанных я понимаю ночью писала или писала готовилась сейчас мне будет все пересказывать что она где-то прочитала и мне жутко становится вот так ты источник мотивации ты мотивация только вот надо понимать что такое мотив в переводе с латыни причина мотивировать это значит знать причину человека мотивировать его причиной а не твоим ты источник вдохновения а вот в чем разница мотивация и вдохновение а вот так скажут говорю мотивация это когда ты знаешь цели мечты своего человека я благодарен марине васильевой директору свое время она подарила блокнот и сказала наташа я желаю чтобы в блокноте вы записывали сокровенные мечты своих людей как узнать про сокровенные мечты своих людей начали самому поделиться а потом они поделятся и потом быть внимательным слушателем когда ты слышишь сокровенные мечты если и запрещено и напоминать периодически про мечты про его мотивацию вдохновлять нужно своим примером помнили разницу вдохновлять важно примерами других людей вот эта разница мотивируем его цели и мечтами вдохновляем своим примером и примерами других людей Вот это разница, ребята. Ты ролевая модель для своей команды. Хочешь ты этого, не хочешь, но ты ролевая модель. Еще несколько важных таких рекомендаций. Приучитесь просто делать свою работу хорошо. Не важно, как другие поступают. Ну не важно, поймите, это не самое главное. Когда я вижу, знаете, на одном семинаре, на такой случай, сидит перед нами спонсор с тремя или четырьмя своими партнерами. Семинар затягивается. И один из партнеров говорит, все, я пойду. Спонсор сидит. Сидят чуть-чуть. Потому что она не выдержала, она встала и ушла. За нее вторая, за нее третья и последняя. Спонсора одна встала. Прокоит три минуты, спонсор встает и уходит. Мы сидим год в ночь. Поймите, скажите, если бы она по истине была, ну, цельной речью, ушла бы она, она бы до последнего была. Дело не в ее людях было. Понимаете, в чем дело? Ее люди просто отражение всего, что было в ней. Ну, просто вот, все плохое на 200, а все хорошее только на 50. Понимаете, вот такая фигня. Договорись с родными и близкими. Я никогда не поверю, если вы говорите, что ваши родные не поддерживают. Вы просто не замечаете этой поддержки. Мы с партнером общаемся, женщина, она говорит, блин, вот было бы классно, чтобы как у вас, вот с Наташей. Я говорю, послушай, а где? А я знал, у меня два детей. Я говорю, где детки у тебя? А, сможем там в спальне. О, я говорю, ништяк. Он не помогает же, да? И тут у нее, знаете, вот этот вот инсай. Я говорю, понимаешь, ты не замечаешь вот этого. Ты не замечаешь той помощи, которую оказывают твои грызки. Договорись с ними, найдите общие цели, найдите общие какие-то задачи и договорись. Для чего все это сейчас происходит? Следующий момент. Невозможно перепрыгнуть в пропасть на 98%. Кто согласен с ним? Да. Например, бесполезно. Понимаете? Невозможно вот быть и до... Знаете как? С понедельника по субботу вот эриклейм, а воскресенье нет эриклейм. И я сейчас не о том, что надо 24 часа в чатах сидеть. Не об этом речи. Поймите, ну вы же детей не любите, вот с понедельника по субботу, там все не выходные от детей. Ну как-то смешно, так и становится. Вот здесь, поймите, ребят, вот я уверен, что если ты хочешь 100% результат, то сделай эриклейм своим на 100%. Понимаете? Стиль жизни. Каждый день приглашаю нового партнера. Опять, ребят, кто о чем, а я, будет рекрутинг. Каждый день. Не было сегодня рекрутинга, у тебя не было бизнеса. Все, ребят, без рекрутинга у тебя не было бизнеса. Скажите, пожалуйста, кому такое знакомо? Обзоны же важно делать? Кто согласен? А подготовиться к вастер-классу важно? Конечно. А ведь там склонировать, что-то пописать, бумажки там структурировать важно? Нет. А все, день пошел, но и рекрутинг нету не было бизнеса. Нет рекрутинга, нет бизнеса. Такой. Ну а, говорите? Все. Ты можешь что угодно наполнять свой день, но без рекрутинга у тебя не было бизнеса. Делай все простое вовремя. Ребят, на самом деле все очень просто. Вот просто делай все простое вовремя. Вовремя заказ нового день каталога. Вовремя каждый день регистрация здесь. Согласны, ребят? Вовремя позвонить людям. Понимаете, почему люди засыпают ноги? Да потому что вы в понедельник, в первый понедельник, не позвонили всем своим активным. Не позвонили вовремя. Понятная вещь. А потому что от новых результатов крышу снесло, может быть. Уладывайте здесь. Вовремя вы не позвонили спящим. Вовремя какие-то простые вещи мы сделали. А потом все это накапливается. Вы поймите, что у меня сейчас лишних килограммов тут, килограммов 10. Они же знаете, как появились? Я же не за ночью их набрал. Прикиньте, если я скажу, что, ребят, вот завтра, вчера не было у меня 10. Понимаете? Белый тройный клет. Клент от меня смотрит лишние 10. Белый тройный. Откуда эти 10 появились? Сказать? А вот в 8-ую неделю я набрал 110 грамм. Заметно это? Нет. В следующей неделе 113 грамм. Нет. И так за месяц, ребят, например, да, я набрал 300 грамм. А потом за год 7-8 килограмм вес. А за 20 лет лишние 30 грамм. Понимаете? Все накапливается. И хорошее, слава богу, тоже. Улавливайте идею. Не только плохое. Но готовая коммуникация. Важный аспект. Как считаете? Очень, ребят. Очень. Качайте продукт. В чатах качайте. Где можете, там качайте. Как можете, так и качайте. Не идеально. Как можете, так и качайте. Сейчас я сюда очень быстро хочу двум девочек пригласить. Давайте быстрее, Наташа, Марин. Идите сюда. Быстрее, быстрее. Вот смотрите. Куда смотреть? Очень быстро, девчонки. У вас по 2 минуты осталось даже. Я просто хочу, чтобы они сейчас поделились, что дальше. Потому что маленький цель дает маленькую. Наталья Чавдоровна. Наташа, кратко, буквально о себе. И что дальше? Какой результат сейчас? И что дальше? Значит, Наталья Чавдоровна, 36 лет. Два детей, город Миноноск. Главный директор за призвание до полтора года. Что дальше? Дальше с Афиром, в 12-м директором, с 4 командами. Две золотые. Можно померить? Я смотрю. Две золотые директоров. И в 16-м директором вариант. Молодец. За счет чего будем делать, что тебе поможет? Поможет принято решение о выживании. Вы знаете, чем меня впечатляет, Наташа? Она вот, а поговорить? Вы знаете, люди действий мало говорят. Вы заметили? Четкие цели, четкие сроки и все вфигачит. Только так. Наталья Чавдоровна за полотенцем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С Натальей Васильевой все это время поддерживали связь. И вот когда приперла в жизни, именно ее и вспомнила. И именно у них еще и оказалась в первом уровне. Вот я была долго просто потребителем. И Арифлейм и я это были две разные планеты. Что сейчас? Такую маленькую деталь просто очень важно сказать мне. Почему я не приходила? У меня у мужа был процветающий бизнес. Как раз стала мамой в первый раз. Мы купили машину, квартиру. Начали путешествовать. Итали, Испания. Я думала, зачем мне Арифлейм? О, бедолаги там ходят, с каталогами. Вот такое у меня было отношение. Потом, в 15-м году, первый кризис в нашей семье. Муж остался банкротом. И на тот момент было уже двое маленьких детей. Машину пришлось продать. Квартиры в ипотеке не успели выплатить. О путешествиях пришлось забыть. И двое маленьких детей. И денег не стало даже на проезд. Даже 15 рублей. И приплыли. И именно это меня сподвигло, наверное, начать бизнес с Арифлейм. И пандемию 2020 года мы встретились совершенно по-другому. Я уже в квалификации закрытого директора была. У мужа второй раз банкротства. И я помню просто это время, когда меня награждают новые звания. Новая премия как раз пришла. Мы едем в Сочи. Купила путевку на четверых. И совершенно по-другому. На данный момент закрыта квалификация золотого директора. И что впереди, что дальше. В этом году 15-й каталог мы открываем, точнее закрываем еще два новых звания. Старший, Золотой и Сапфировый. И весна следующего года мы хотим уже бриллианты сделать. Муж уже присоединится. Это разговор о целях, друзья. Помните, ты с целью и без цели два разных человека. Понимаете, что делать? Сколько угодно можно говорить. Я хочу расти, но если нет цели, ты не лучше этого делай. Понимаете, цель это когда есть срок. Это когда есть четкая задача и когда есть сроки. То есть научитесь играть в игру с целями. Понимаете, в чем дело? Потому что запомните, если у вас нет цели, вы перестаете быть игроком. А раз ты не игрок, кем ты становишься? Зрителем. Зрителем, ребят. И ты смотришь за чужими играми. Понимаете, в чем дело? Можно быть в Арифлей. Но быть игроком, а можно быть в Арифлей и быть зрителем. Просто это выбор, кто ты. Игрок или зритель. Понимаете, в чем дело? Ну, знаете, есть самая страшная вещь. Если ты долго будешь сидеть в качестве зрителя, потом следующий этап называется – стать жертвой. Жертвой обстоятельств, жертвой ситуаций каких-то в жизни. Понятная идея? Потому что человек не рожден, чтобы быть зрителем. Любой, каждый человек рожден, чтобы быть игроком. Понимаете? А у любой игры всегда есть цели. Ставьте цели. Вот о чем речь. Понимаете? Ставьте свои цели. Играйте в свою игру. Просто слишком маленькие цели, они не дают энергию. Слишком большие цели – это состояние само натянутой в одну. Понимаете, да, Игорь? И поэтому ставьте свои цели, которые дают вам энергию. Вот это, ребят, когда меня торкнуло это, ребят. Потому что когда мне показали, что будет до 70-15, мне просто как-либо, когда она с вами встретилась, они сделали крутой анализ нашего бизнеса, посмотрели, сколько у нас активных, сколько процентов, она сказала, «Эдуард, какая цель я буду президентом?» Я говорю, «Никогда не будешь тут сделать». Вот. Никогда намерение есть, но не будешь. Почему цифры разобрали и увидели? Понятная идея. Многие из вас говорят, без этого никогда не будете. Вариантом. Наташа Чернодорова. Без этого не будешь. Марина Патилова. Без этого не будешь. Нет? Надо правду говорить. Понимаете, как есть. Говорю искренне. Без этого не будет, ребят. Ну, хоть что заявляйте, хоть на какой сцене заявляйте, но без этого не будет. Это откровенно. Всем партнерам с вами сейчас гляжу в глаза, и будет любить. Не будет. Понимаете, без этого. Вот не будет, и все. Можете любые цели заявлять, бить себя двойной пяткой, бесполезная, ребят. Будет 70%, будет 15%, будет рост. Вот это мое любимое изречение, ребят. Любимое изречение. Если нижнюю пуговицу застегну неправильно, то все остальные будут застегнуты неправильно. Согласна с этим? Ну, это очевидно, все скажут. Абсолютно. Так вот, запомните, неверно застегнутая пуговица в бизнес-эрифлей – это отсутствие четких твоих целей. Если у тебя нет целей, да хоть что-то там, рекрутируй, у тебя рекрутинг будет вяленький, ты не сможешь зажечь людей. Понятная идея? Потому что, когда я рекрутирую, я говорю, у тебя по-любому получится со мной. Потому что я по-любому буду создавать новые команды. Если ты придешь ко мне, ты по-любому обречен на руку. Понятная идея? Хрен я тебе дам уздаться, если только ты не перестанешь выходить со мной на свет. Все. Понятная идея? Скажи, если ты так говоришь, люди пойдут за тобой? Да. А если ты говоришь, осторожничай, типа, все в твоих руках, от меня ничего не зависит. Все, пса, ребят. Понятная идея? У тебя нет вот этого драйва, куража. Почему люди должны за тобой идти? Они пойдут за теми, кто, блин, зажигает другие. Улавливаете? Извините, ну, может быть, слишком предморенен, я говорю. Но наши лидерские, да, и тверд семена. Можем же говорить, как есть. Понятная идея? Планируйте по-своему, ребят. Поймите одно дело. Кто-то может прописывать это из вас в электронном виде, кто-то в печатном виде. Но план важно прописывать, свой глаз. Для чего? Объясню. Тебя легко дублицируют. Скажите, можно без планирования расти? Можно. Можно. Можно, ребят. Я знаю даже бриллиантов, которые бриллиантами становятся на эгегей. Но потом падают. Не дублицируют. Эгегей не дублицируется, ребят. Понятная идея? Эгегей не дублицируется. А когда у тебя есть система, когда ты четко что-то прописываешь, и это можешь показать, это дублицируется. Понятная идея? Давай, давай, не дублицируйся. Вот такая вот правда с женой. И мотивацию важно создавать себе, придумывать себе мотивацию. Понимаете? Доходить, ну, что-то, на что не хватает денег. Вот, например, Ирма Аплата Егорова. Нет, тут почему-то боя. У нее трое детей. Третий снимает. Третий снимает, он еще меньше просто. Да, уже начался. Вот эти товарищи вообще, блин, Ирма, она без родителей, у нее судьба вообще без Эйфлейн была бы. Я не знаю, как я даже стал, что подумать. Но благодаря Эйфлейн, они бриллианты, благодаря Эйфлейн, они, ну, каждую зиму, до пандемии, по крайней мере, это ездили отдыхать вот так вот. Вот этот пример вообще меня восхищает. Надя Данилова. У нее, ну, так, получилось, она без мужа осталась, трое детей. Она на деньги доработала на Эйфлейн, свозила их в Диснейленд. Представляете, ребята? Круто. Круто. Вот, ребята, вон, Юрий, Сережа, они здесь даже сидят. Нежданчик. Станьте, вон, побольше девушек. Здесь они. Тоже трое детей. Так, первые детсеры, седу, большинские ребят. Межгородского облака. Серега, вон, фанат, ну, там, автотранспорта всяких разных, да? Вот этого они уже поменяли на какой-то, это, ну, какой-то покруче автомобиль, да, сейчас у них. Мотоцикл, он фанат. Еще сейчас хочет еще тебе Камара, Шевроген. Вы знаете, что делать? Вот что двигает, ребята. Покупайте себе цели. Улавливайте. Скажите, есть ли у вас те, кто не могут себе цель придумать? Купите! Да, иногда, может, кредит надо взять? Да, может быть, а что бы нет? А что бы да? Улавливайте. Еще раз говорю, это не универсальная рецепт для всех. Но если вы уже не знаете, что делать, купите себе это. И вот этого рекоменданта хочу вам дать. Знаете, вот сегодня я партнерам, которых веду, дал, хотите скажу, какое задание дал на сегодня? Упражнение будильники. Очень быстро. Что для этого нужно упражнение будильники, называется? Берете телефон, ставите будильники на каждый час, в разное время, 8, 16, 9, 32, поняли идею? Каждый час. При себе надо иметь ручку и блокно. У денег зазвенел, в этот момент ты должен написать, что делал и о чем думал. Только честно себе. Понятная идея? Понятная идея? И в конце вечера вы смотрите, что получилось. Вот мне, как Светлана напишет, я в шоке, конечно. 16 часов 54 минуты. Пока идет все в разрез, тем планом, который я писал ежедневник. Оказывается, по тому, что я написала, я сегодня не рекрутировала и ни о чем позитивном не думала. Все! Нет, по плану у нее, там что, 5 часов рекрутинга сегодня стояла? Понятная идея? А она говорит, будильник звонит, а я не рекрутирую. Будильник звонит, я опять не рекрутирую. Будильник звонит, я опять не рекрутирую. Улавливается идея. А как мы иногда думаем? Я сижу в интернете, типа рекрутирую, а сам залит на чужой страничке. Сделайте, ребят, потому что не ждите максимум. Давайте я скажу откровенно, вот тот результат, который вы имеете сегодня, вы его заслужили вчерашним действием. Точка, ребят. Понятная идея? Точка. И хоть как вы прикрываетесь, хоть что вы говорите. Еще одна рекомендация, неожиданная, это два, как будет уже. Я сейчас вею в одну вещь ищу. И меняю себя. Вот была эпоха, когда, например, нужно было быть тараном. Я был вружек таран. Понятная идея. Потому что вот такие времена были. Понимаете? Паспорт надо было забрать на 3 дня. Ну ладно, если. Нужно было там за товаром ездить. Сейчас другая эпоха. Эпоха женщин. Эпоха любви. Ну, мужик будет больше, как-то иностранно, что-то любить. Мужики сейчас должны быть добрые. Потому что доброта – это эквивалент силы. Мужчины к вам обращают. Нам важно быть добрым и тренировать себе доброту. Ладно, видите? Доброта стремит жопу целовать. А то там ты меня экзогенщик. Не лошу, что я сейчас смотрю. Ребят, нет, иногда, блин, буду ругать. Понятная идея? Но будь добрым мужикам. А девочкам важно именно больше любви отдавать. Это у вас есть, заложено в природе. Поэтому вот это один из секретов успеха, который не поддается никакого шаблона. Я вот в это сейчас верю. И в завершение, скажу только одно, фигачить с улыбкой на лицее, на кувраже, ребят, и еще запомнить одну вещь. Обязательно празднуйте достижения. Если вы не празднуете, значит, что-то вы вообще не правильное делаете. Значит, у вас нет полного дня праздника. Спасибо большое. Спасибо большое.